Третий день после ботокса или кератина или что мне там сделали, сейчас пойду сушить волосы. Одно хочу отметить, для меня удивление, что оказывается можно волосы сушить просто феном, так вниз головой. Опустив голову, сушишь-сушишь и все, больше ничего не нужно. Я всю жизнь сушила с помощью расчески, вот круглой браша. И никогда просто так волосы не сушила, потому что иначе они у меня превращаются в адуван. А тут такое. Э, нет, все-таки не получилось. Но длина волос, да, она прямая, а вот у макушки, конечно, первый раз, короче, вчера я так сушила волосы, у меня все вышло хорошо, а вот сейчас что-то это, не до конца. Ну ладно, макушку я уж уложу как-нибудь. Ну и нельзя сказать, что уже как прилизанная кошка, смотрюсь, уже получше. Еще одна главная, главная радость, моя курточка. Что это? Три яйка. Короче, наступили холода, можно мне теперь ходить в зимние куртки, и в этом огромное преимущество. До свидания, вся эта многослойность. Кофта с рукавами, сверху флизка теплая, с капюшоном, потом еще шапка по самую шейку, потом шарфик на ту же самую шейку, потом сверху пальто, и вот можно выходить. Теперь достаточно одной футболки, и мне не холодно. Дождались. Кайф. В общем, мне ни жарко, ни холодно. В помещении можно спокойно расстегнуться. А осенью, вот в последние дни, когда на улице все-таки было прохладно, заходишь в помещение, просто обтекаешь, а на улице и мерзнешь. Так что, правильно подобранная одежда, это важно. Вот зимняя куртка у меня есть. Мне теперь надо придумать что-то на вот это вот межсезонье, потому что пальто все-таки оно на плюсовую такую конкретную температуру, ну, желательно на плюс 10. А когда ниже, вот этот промежуточек, плюс 10 до нуля. А мне тут кое-что интересное есть. Идите сюда поближе. Ну, можно еще чуточку ближе. Не, ну так совсем близко. Вот так идеально. Ко мне приехала Медея М6. Давайте вскроем. Ну, красота ж. Самое основное, что нужно знать про этот робот-пылесос, тот факт, что это самый доступный робот-пылесос с лидаром. Прелестная рабочая сторона и не менее прекрасный внешний вид. В комплекте инструкция на английском языке, насадка для протирки полов, две щеточки боковые, запасной хепа-фильтр и сама база для зарядки. У робота очень интересная труба-щеточка. И удивительно, что она вся из себя такая вот пушистая, ворсистая, нет силиконовых вставок. Но отдать должное, она разбирается со всех сторон для того, чтобы легко можно было прочистить все это от шерсти и волос и любых загрязнений. Емкость для сбора пыли действительно большая. Она совмещенная с отсеком для воды. Здесь есть насосик, который эту воду качает. И бачок на 600 мл сухого мусора и на 250 мл воды. Тут же сразу расположена щеточка для чистки турбощетки. И двойная система фильтрации. Это хепа-фильтр и сетчатый фильтр. Он и всю музыку играет, когда включается. Боже мой, какая прелесть! Теперь дело за малым. Нужно скачать приложение специальное, с помощью которого управляется данный робот-пылесос. Настроить его и протестировать. Робот-пылесос с лидаром, поэтому он, конечно, сразу же строит карту помещения. Управляется робот через приложение. Оно полностью русифицировано и в нем есть все необходимые настройки. Есть ручное управление, можно настроить плановую уборку дома и отрегулировать ее. Можно посмотреть все прошедшие уборки, состояние расходных материалов. На карте помещения, конечно же, можно выставить необходимые зоны для уборки или те места, в которые робот не должен заезжать. А также направить робот в конкретную комнату. Принцип работы, как и у многих роботов-пылесосов. Сначала он проезжает по периметру помещения, а потом змейкой по всей площади. Он довольно неплохо проезжает различные препятствия, заезжает под мебель. Каждое помещение он способен проехать по несколько раз. Главное указать это в настройках и я бы рекомендовала поставить 2 или 3 раза. Он способен работать до 120 минут, поэтому в среднестатистической небольшой квартире ему хватит заряда до 4 уборок точно. Пыль и различный мусор он собирает довольно хорошо. Большой вачок позволяет опорожнять его не так часто. Также у робота есть режим влажной уборки пола. Он равномерно смачивает поверхность и точно так же змейкой двигается по полу. Понятно, что этой функцией не все пользуются, но то, что она есть, это очень приятно. Робот себя показал в уборке достаточно хорошо, я им довольна. Ссылочку я на него, конечно же, оставлю в описании. Все-таки время роботов-пылесосов без лидаров прошло. И Midea M6 это самый доступный вариант на рынке в данный момент времени. Что касается подарков на мой день рождения. Ну, вот волосы себе сделала. Дальше набор Intimissimi на ближайшие пару лет. Много всяких разных штук купила. Вот, плюс еще подарок дали. Какое-то специальное средство для ручной и машинной стирки Intimissimi. 15 стирок. Ну, тоже, в общем-то, приятно. Короче, я очень-очень довольна. А еще мне подружка кое-что подарила. Такой серебряный маленький фотоаппаратик-подвесочку. Такая маленькая, красивенькая. Очень хорошая детализация. Если интересно будет, спрошу, что за магазинчик. Она себе взяла микрофончик, такую подвесочку. А мужу своему подарила DeLorean. Вот, там разные модельки фотоаппаратов бывают. Тяжеленькая, увесистая. И со шнурочком. Все это продавалось. Вот она мне еще завязала какой-то такой специальный узел. Ну, с помощью которого можно эту веревочку растягивать, чтобы она была подлиннее. И затягивать, чтобы она была покороче. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-динь, он затягивается. И точно так же можно ты-ды-ды-ды-ды-ды-динь и растянуть. Прикольный узел. Девчонки только что начали ругаться. Иногда часто, но редко. Как вы миритесь? И что вы делаете? Вы начали сразу же друг на дружку кричать. Да? А вы тоже один раз. Мира, я про вас сейчас говорю. Вы тоже один раз, как и папа, когда-то пытались. Ну, ты согласна, что это неправильно? Что сначала нужно остановить? Ну, вот и поговорили. Глупыши, малыши мои. Ну, что это такое? Пойдемте к вам в комнате перестановки делать. Нет. Нет. Не надо. Я знаю, как их помирить. Их надо просто объединить против кого-то еще. И все. И тут же... Без вариантов. Значит, тогда в ту сторону, а этот доставляем дальше по ту сторону. Ну, короче, любой из вариантов, которые мы тут подвигали, не особо подходит. Диван все-таки большеват. Ну, да. Пока так, чтобы был доступ к столу. А то, когда диван разложен, а диван всегда практически разложен, неудобно садиться уроки делать. Приходится складывать, разбирать. Ну, пока так, хорошо. Да, папа, наверное, зимой только вам будет кровать двухъяростную делать. И тогда у нас проблемы с диваном вообще уйдет. Ну, просто пока он сделает, пока мы матрасы купим, пока то, пока все время пройдет много. Пока надо как-то пожить. Все, ну, пока сложите его. Вечером будем раскладывать. Давайте. За монетку. Алика, надо снова пропылесосить. Ну, да. Его постоянно пылесосить приходится. Ага. И у вас задание разобрать вот эти тогда игрушки. Да, мы с вами будем. Все разложить. Вот оно. Вот оно. Вот эти вот пятна. Ужас. Ну, красота ж. И вот еще заодно вот здесь, внутри. Когда обжариваешь мясо, слой такой копится. Судомойкой его не смыть. Как было показать-то, чтобы видно было. Но губкой тоже уже потом не смывается ничем. Зато железной губкой все прям сейчас на глазах исправится. Та-дам. Та-дам. Железная губка это сила. Вот еще претендент. Смотри, чуть-чуть делаю, уже все. Та-дам. Так, ну и что мы тут делаем? Делим орбизы. Ага. Фиолет. Игрушки прибрали, смотрю. Раздраконили какую-то игруху. Да, она сама. Распотрошили ее. Вытащили орбизы оттуда. Да, она орбизы такие яркие. Ну, хвалю за то, что полотенечко хотя бы постелили. Молодцы, это правильно. А что вы с ними будете делать-то? Ну, мы их делим, чтобы их вырастить. Да, а то вдруг сюда капелька, ну, сюда что-то прольется. Вот как жалко, что в нашем детстве, когда мы маленькими были, не было вот таких приколюх прикольных. Мам, ты можешь с нами? Но, естественно, дети должны быть подросшими, прежде чем давать им орбизы. А то я как-то в пять лет засунула себя орбизами. Да. Было неприятно. Да, ужас. Умудрюсь. И тут что-то интересное. Это я строила домик. Прикольно. Миркина коллекция игрушек, которые она сама сшила. Кто это? Медвежки. Только без лапок, без ножек. Да. Это кто? Это бульваленок. Бульваленок? Да. Хомяк. Хомяк. Гриб. Грибочек. Вот такая красота. Пес, что тебе надо было? Он хочет сходить, а съесть. Он пахнет настоящим хомяком. Почему? Он реально его хочет съесть, судя по облизываниям. Ох уж этот суперстандартный набор продуктов. Картошка, лук, морковка и кусок мяса. И вот сидишь каждый день и думаешь, что вот из этого приготовить на ужин, чтобы это отличалось от вчерашнего дня, от позавчерашнего дня. Ну, понятно, что в холодильнике там еще какие-то допы могут валяться. Там, не знаю, томатная паста какая-нибудь, или бекон, или там сыр, сливки и так далее. Но иногда просто вот уже стоишь над этим всем и думаешь, ну что из тебя приготовить? Ты уже готовил все, что можно. У меня есть примерно полтора часа на готовку. И я в своих видео уже не каждый день снимаю, что готовлю. Понятное дело, что что-то остается за кадром. То есть, ну не знаю, там тоже мясо в каких-нибудь сливках или сметане потушить, это уже было недавно. Просто с луком пожарить тоже было недавно. Там в другом соусе, в каком-то томатном уже было. Пюрешка была, жареная картошка была. Запеченной картошки давно не было. Ну просто ее запекать скучно. Мясо тоже уже по-разному. И запекала, и буженину делала, и там с сыром, с помидорками в духовке, и маленькими кусочками там в разных соусах. Это все. И котли. Чего приготовить? Ну, полагаю, что сегодня буду в духовке что-то делать, потому что давно духовку не кочегарила. А так, конечно, когда есть меню, наверное, проще. С другой стороны, я не могу по меню, потому что сегодня мне хочется этого, а завтра мне не захочется там того, что прописано. Надо будет опять как-то выдумывать. С другой стороны, вы знаете, это самая лучшая проблема из того, что вообще есть в жизни. Это радует. Ну просто, что приготовить, если продукты есть, все есть. Все бы такие проблемы. Хомяк с кололаской. И кто может попугай? Так, я тут готовлю. Осторожно, мясо. А перед этим надо, наверное, кого-то предупреждать. Осторожно, мышь. Решила я приготовить, значит, мясо отобью. Сейчас я его залью там соевым соусом и всякими разными специями, пускай полежит. Картошку хочу натереть на терке. И вот, ну, все это в духовке просто. Слой мяса, слой там лука, может быть, со сметаной. Сверху слой натертой картошки, еще сметана, потом сверху сыра. И вот запеканка такая будет мясная. У меня опять кололас. Мариную капля масла, соевый соус, соль, перец и немножко вот этой корейской соевой пасты добавила. Так чисто для изюма, на самом деле, больше ничего и не планирую. Ну, сейчас вот это хотя бы полчасика вот так вот в этом во всем полежит. Пахнет вкусно, но забавно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, вообще, я бы, конечно, чуть-чуть я уже жалею, что я ее добавила. Но, ладно. Слой картошечки, сейчас еще слой сметанки и в духовку минут на так 40, а то и больше. Ну, как картоха будет готова, потом сыром засыплю. Ну, что-то типа того. Я не знаю, что из этого выйдет, но будем надеяться на что-нибудь, что это приемлемо. Что это такое, мы не знаем. Какое оно по вкусу тоже. И даже у меня немножко подгорело. Я тут забыла про духовку. Да вот, таймер забыла поставить. Ну, сейчас будем пробовать и расскажу. Даже само интересно. Все горячее. Я уже захочу попробовать. У нас еще салатик есть, оливье. И с морковкой хе из курицы. Да, состав такой разношерстный у нас получился. Хе, кстати, вкусная. Я его, правда, готовила, знаете, вот с такой заправкой, которая продается. Ну, мне лично понравилось. Ну, только вот почему-то я одна его ем. А лебедешку, естественно, ее осталось чуть-чуть. Вчера готовила эти мы ужинали. Сколько это съедобное или нет? Сейчас мы их не узнаем. Повторять мы, конечно, это не будем. Здесь можно, но так. У Ирбиса самая его нелюбимая процедура. Вот из всего, что можно вообще вытерпеть, мытье, вода, в принципе, не его. Он в дождь не гуляет, если вошли. Идет сразу домой. Что? Ну, на самом деле, шампунь очень такой. Клевый. Ну, я первый раз такой купила. Простенький. Ну, гиправергенный. Не профессиональный, конечно, не собачий, но для животных. Ну, они быстро заканчиваются. Что за собак, в принципе, много, и вот этого хватит. Что, замерзает? Водная пошла. Сейчас, сейчас, сейчас. Эй! Мы специально сейчас спустили в этом старое покрывало. Потому что он в любом случае будет сейчас ползать тут и сушиться. Что, моя собака хорошая? Попуза сухой уже. Конечно, натер. Радушный. Мам, там четвертая лапа, если ты отсоединяйся, это клево. Ладно, хватит, не приставайте больше. Не дайте отдохнуть собаке. Он помылся, он шелковистый, потрогай-то его. Вот еще, кстати, из интересного в интиме-симе выдают вот такие карточки ароматизированные. Пахнет, ну, что-то типа хлопка. Да, вот ароматизированная открытка. Ее вот так вот в ящик кладешь, и вкусненько потом все пахнет внутри. Прикольно. Мне кажется, это классная идея. Вот, кстати, не знаю, вот холодно сейчас, поэтому хочется чего-то такого вот теплого, чтобы вкусненькое, ароматное, для уюта в доме. Приятно. Субтитры сделал DimaTorzok